Ирина участвует в велопараде впервые. Ей настолько понравилась атмосфера праздника двухколесного транспорта, что теперь она планирует поехать и на более масштабные мероприятия в Москву. Я только видела московский, это более масштабное зрелище, но я планирую поучаствовать в дальнейшем. Мне нравится тем, что природа красивая вообще по региону московскому. Мы под Москвой живем, я имею в виду дальше, чем Одинцово. И когда ездим, очень красивые места встречаем. Перед стартом нужно быть уверенным, маршрут выдержит и сам велосипедист, и его транспортное средство. Настраиваем велосипеды, накачивали колеса, маленькие проводили очистку. Было, в принципе, довольно-таки большое желание людей, которые хотели накачать колеса, настроить уже до конца свои велосипеды. В Одинцовском велопараде приняли участие люди разных возрастов, от мала до велика. Более 300 человек. Обязательное условие наличия шлема. Цель акции – показать, что любителей двухколесного транспорта в муниципалитете много, а значит, необходимо развивать велоинфраструктуру. Три, два, один. Поехали! Участники велопарада преодолели порядка пяти километров. В виде спортсменов можно было на улицах Бирюзова, Северная, Садовая, Молодежная и Неделина. Финишировали на центральной площади города. Сегодня было жарковато, но, слава богу, обдает таким приятным ветерком. И люди только улыбаются. Мы провели зарядку под классную музыку. Все попрыгали, немножко потанцевали, размялись. И после того, как скатываешься с горки в Одинцово, с дороги под наклоном, конечно, настроение только увеличивается. Для многих участие в велопараде уже хорошая традиция. Прокатиться с ветерком по свободным от автомобилей улицам города приезжают из разных уголков Подмосковья. Ведь это не только возможность хорошо провести время, но и поделиться опытом. Рассказать, кто где был и по каким велодорожкам ездил, чтобы и в муниципалитете продолжилось их развитие.